Всем привет! Сегодня я расскажу вам про комбо традиционной ДКшки. У нас, у Темных Рыцарей немного теории, есть некоторый пул, позволяющий законтролить цель. Из всего нашего разнообразия скиллов я бы выделил Пламя Теней как скилл нулевого контроля, ошеломления, который позволяет после ошеломления делать комбинацию. Контролить им получается не всегда, но все же периодически это производить удается, поэтому его ставим с самого начала и используем в большинстве случаев в начале как бы на авось. Есть у него собрат, который называется Пламя Теней Прыжок, но я его не буду включать в гайд, поскольку его очень редко юзают и скорее всего для баловства или на удачу. Ладно, поехали дальше. У нас есть пул первых скиллов, на которых мы контролим, на которых вам надо учиться контролить цель. Это редко срабатывающий Пепельный Ворон. Да, я его сюда включил, у него нет устойчивости, у него нету блоку, он долго кастуется, но все же пусть будет. Иногда издалека вы все-таки можете на авось или в крысу законтролить Пепельного Ворона. Второй скилл. Избранник Камасил. Больше я бы его отнес к сейвовым скиллам, но контролить можно, у него есть обманки, поэтому юзайте. Дальше у нас идет Гнев Вендира Устойчивость, в нем можно исчезать с помощью Миража, также можно его прерывать, тоже хороший контроль. Потом у нас идет Носко, который больше используется после как раз-таки Пламени Теней, ну или просто там мы прыгаем в цель, которая бьет нас издалека. Ну и Косой Разрез и Круг Рока. Сразу хотелось бы выделить, что из этого пула приоритетными те, на которыми я бы вас, ну вам бы советовал учиться контролить, являются Круг Рока и Косой Разрез. Причина этому, возможность после первого контроля уложить еще один такой же скилл с контролем, поскольку цель имеет некий кулдаун на переконтроль ее таким же контролем. Очень сложно, но не вдавайтесь в подробности, просто поймите, что в дальнейшем вы сможете, например, когда вы сделаете Круг Рока, вы можете прыгнуть в подброшенную цельной реакции наскоком, при этом в нем будет вноситься весь этот промежуток аэро урон и нанести дополнительный урон. Но сразу поясню, что на первых порах не стоит делать этого, сначала просто научиться. Вот сейчас прошел контроль, нужно сдавать комбинацию и прожимать эту комбинацию. Вот когда вы это всего научитесь, то вы можете легко после Круг Рока, если видите, цель полетела в воздух, сделать наскок, легко после Косого Разреза сделать Круг Рока. Ну, более сложный, чем предыдущий вариант, но вот второй вариант, да? И третий вариант, ну прямо люди, которые супер-пуперы кастеры, они могут после Круг Рока сделать наскок, а потом еще и закинуть Косой Разрез. Но это нужно прямо укладываться в тайминге невероятно быстро и, скорее всего, делать либо под Ешкой, либо под Зеткой. Просто так юзать, ну, там, шансов процентов 5, что выйдет в дальнейшем, переконтролить цель, вы просто не уложитесь в промежуток времени, пока цель лежит, чтобы сдать остальную комбинацию. Либо придется срезать остальные бафы и дебафы после того, как вы законтролили цель с одного из предыдущих скилов. Скажем, вы кругом Рока законтролили цель. Следующее, это колющий выпад, чтобы сократить дистанцию, да? Можно с блингом, но лучше колющим выпадом, потому что колющий выпад у нас имеет баф на 10 скорости каста, что ускорит всю комбинацию и позволит вам вложить больше скилов, да? Второе, я пробуждаю на этом скиле, потому что я им пользуюсь вообще всегда, везде и постоянно, в PvP, в PvE, в масс-пвп. Это 20 крита, что в дальнейшем бафает всю комбу. Это тоже надо учитывать и лучше пробуждать на нем. После того, как вы сделали колющий выпад, у вас есть, скажем, два варианта, но они зависят от того, кто перед вами лежит. Первое, вы уверены, что вы заберете эту цель вот сейчас просто там, сдав два скилла, там, переконтроль и еще что-нибудь, да? То вы просто делаете проникающую тьму дважды, то есть делаете типа казни, но которая с проникающей тьмы делает, а потом делаете казнь. И дальше уже продолжаете комбинацию, да? Второй вариант. Вы знаете, что перед вами уклонист, либо какая-нибудь жирная цель, которая выше вас по гиру. Ну или просто жирный чувак, который вы по какой-то причине не пробиваете, да? Вариант легкий. Использовать глубокий порез. В бок ЛКМ этот скилл называется. На панели он не выводится, потому что у него нет кулдауна. На нем есть морф на 5% меткости. И он имеет классную особенность срезаться проникающей тьмой. Практически 90% анимации срезается, поэтому он прям мастхэ в плане забафа. Можно, конечно же, пользоваться там на косом разрезе 4% или еще там на каких-то скиллах были поменьше процента. Но зачем использоваться каким-то недо бафом, если можно полноценные 5% бахать себя и иметь дополнительный урон в бок ЛКМ. Второй вариант. Использовать более големожопный жестокий разрез. Это ЛКМ-ПКМ из традиций. Он имеет урон по лежачей цели. В этот момент цель у нас лежит. И взять его лучше с панели, а не ЛКМ-ПКМ. Но он не срезается проникающей тьмой. Поэтому вы можете не попасть в тайминги. Я лично пользуюсь глубоким порезом, поскольку он срезается и кастуется быстрее. И шанс того, что я переконтролю в дальнейшем цели у меня намного выше. Также, если вы используете второй вариант, то в большинстве случаев, если вы не уверены, а вы не уверены в 99-99-99%, то желательно тыкать в проникающую тьму один раз. Опять же, желательно тыкать один раз, чтобы у вас не было длительной анимации. Иначе вы все потеряете и не переконтролите цель. Дальше. Самый важный и домажный скилл на данный момент на ДК против уклонистов и других целей, которые отрывают очень много ХП у противника. Это кайзи. Также, после кайзи мы юзаем сумелечный рывок. Это как бы продолжение первого скилла контроля, когда у вас цель подкинута, и вот она летит, и вы можете в нее еще накинуть, скажем так, говна на вентилятор. Да, можно завязать стихийный взрыв или гнев бендира в этот момент, но зачем, если вы его можете завязать в дальнейшем? Вы еще делаете дополнительный урон. Это делать обязательно. То есть сумелечный рывок делаем обязательно в особенности, когда вы разбафаны на меткость, потому что меткость 5% повышается, кажется, вообще всю вашу меткость, и поэтому вы этим скиллом начинаете нормально так носить дамага. Ну и после того, как вы пролетели стихийным взрывом, в особенности научитесь управлять им, чтобы не улетать в стратосферу или далеко за горы, там, воровать помидоры, разворачивайте камеру в момент пролетания с сумелечным рывком и бахайте стихийным взрывом. В 80% случаев вы убьете цель. После этого, если, если перед вами си прям вообще совсем загиренный чувак, ему может не хватить, и это такое бывает, к сожалению, ДК не убивает за 2, там, скилла и все остальное прочее. Тут самое важное во все тайминги уложиться и видеть, как далеко вы отлетели от цели, потому что гнев и вендира, то есть стихийный взрыв еще достает, а вот гнев и вендира имеет не такую большую дистанцию. Поэтому, если вы после стихийки откинули цель, то у вас продолжительность контроля противника еще вот на милипиську увеличилась как раз на тот момент, чтобы подлететь блинком и бахнуть в землю мечик, гнев и вендира цель добить, либо еще больше поражать. Если вы вот увидите, что не успеваете и цель уже встает, то просто кидайте рабаму, но это в дальнейшем, когда вы научитесь юзать все. Вообще, в идеале, это использовать сначала скилл 1 первого контроля, эвку, проникающую тьму 2 раза, казнь, умеричный рывок, стихийный взрыв. Потом, в дальнейшем, после стихийного взрыва добавлять либо гнев и вендира, либо рабаму. Потом, в дальнейшем, учиться разбафваться в бок ЛКМа, то есть после того, как мы делаем эвку, делаем в бок ЛКМа, сразу тыкаем пробел и сразу уходим в казнь. Тогда вы будете прям потенциально максимально забафаны на то, чтобы разорвать лицо. Ну и вообще, верхом мастерства будет добавление скиллов в первый контроль. Это после круга рока, например, наскок, опять же повторяюсь, либо после косого разреза сделать круг рока. Ну или наскок после косого. Наскок лучше вставлять как сейвовый скилл, ну вы уже к тому моменту поймете. Сейчас я вам просто даю основной пул того, как использовать комбинацию. Надеюсь, это вам поможет. И вы поймете основной принцип того, как действовать, как наносить урон. На этом я с вами прощаюсь. Желаю удачного ПВП. Сильно много не рассинхронить. Ну и до встречи на просторах Black Desert Online. Пока-пока.